У меня дрон, который повышает, как раз усиливает эффект двойного урона. Это очень круто. И мы просто стреляем, просто проверяем, насколько же урон огромный с бустером. Пару шариков, 353, друзья. Теперь, что я должен делать? Я на фризе наношу статус эффект заморозки, который позволяет как раз урон мой понижать. И я быстро пытаюсь стрелять в ответ. Уже не 350, сколько это было, а 153, друзья. Вы представляете, насколько ваш урон сильно падает с бустером, когда вас морозит фриз. Друзья, приветствую всех на канале. С вами Mortal Hero. И сегодня пойдет речь о обновленном статус эффекте на фризе при заморозке, друзья. Хотя она не настолько сильная, как бы хотелось. Мы теперь и отключаем повышенный урон, точнее усиленный урон у наших вражеских танков. Поэтому штука безумная. Хочется протестировать. Сегодня поиграем как раз заодно еще на дроне Гипперион, который нам позволит довольно, возможно, долго жить на этом диком сочетании Мамонта-фризе. Я думаю, что в скором времени поподробнее ознакомимся. Но перед этим, как всегда, напомню о том, что не забывайте подобные видеоролики. Обязательно поддерживать пальчиком вверх. И также не забывайте участвовать в нашем розыгрыше по моему личному тегу создателя контента. А именно, Иммортал. Приязывайте в настройках своего аккаунта и участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов. А именно, полтора миллиона. Ну и также горы Танкойна, в котором мы вместе с вами разыгрываем. Заполняйте форму, которая есть в описании, для того, чтобы принять участие. Ну и также, помимо этого, вся подробная информация есть в нашем Дискорд-сервере. Также присоединяйтесь, разбирайтесь и побеждайте, друзья. Я вам желаю успехов, а мы, в свою очередь, уже потихонечку выдвигаемся. Я, если честно, друзья, наверное, в первую очередь сделаю небольшую паузу. Мы ворвемся в закрытый матч. Я быстренько покажу и продемонстрирую, в чем же разница, как это устроено. И потом тогда полетим, наверное, в матч, в котором уже наглядно в самом бою, в реалистичном. Проверим, насколько же это эффективно и есть ли от этого какая-то польза. Буквально небольшая пауза и мы возвращаемся. Друзья, ворвался я в бой. Наконец-таки теперь я могу вместе с вами продемонстрировать, как же это устроено. Именно в закрытом матче, поскольку, может быть, в битвах не до конца надо понятно, как же это все работает. Поэтому, что я делаю? Я зашел, во-первых, на свой второй аккаунт, на ютюберский спецаккаунт. И против меня стоит как раз тот иммортал Хиродов, который нам сегодня будет помогать. Надеюсь, что он нам сегодня поможет, потому что пока что стоит так немного беспомощно. Но сейчас он быстренько прожимает что? Наверное, попробуем... Да, наверное, без ДАшки я просто постреляю. То есть у меня дрон, который повышает, как раз усиливает эффект двойного урона. Это очень круто. И мы просто стреляем, просто проверяем, насколько же урон огромный с бустером. Пару шариков, 353, друзья. Теперь, что я должен делать? Я на фризе наношу статус эффект заморозки, который позволяет как раз урон мой понижать. И я быстро пытаюсь стрелять в ответ. Уже не 350, сколько это было, а 153, друзья. Вы представляете, насколько ваш урон сильно падает с бустером, когда вас морозит фриз? К сожалению, почему-то, когда вы играете с подавлением, вы видите, что, допустим, того же кризиса, либо бустера пропадает второе усиление. Нитратом, либо ДДшка, либо ДАшка. То есть на танке видно, что лишь один припас активирован. Один, который усиленный, пропадает. Это очень понятно и видно, когда ты отключаешь, когда нет. Тут же почему-то продолжает все равно работать твой усиленный припас. Как бы внешний, по крайней мере, визуально. Может быть, это недоработка, бак какой-то. Но цифры в плане урона максимально быстро падают. Теперь давайте мы попробуем что? Я перейду на дрон, посмотрим, как это без дрона. Так, друзья, теперь мы можем вместе с вами протестировать, как же будет вовсе без дрона. Поскольку с дроном, который усиливает эффект повышенного урона, либо двойного урона, конечно, сильно теряет при заморозке. Да, это логично, что чем больше у вас урона с тем или иным дроном, тем больше вы теряете при моменте самого эффекта заморозки. Теперь вовсе без дрона какая же разница будет. Великолепно, какой процент, возможно, есть ребята, которые, может быть, высчитают подобные параметры. Давайте стреляем. Просто стреляем 153. Окей, с уроном 230. 230, то есть мы по танку, который находится без дашки, стреляем. Теперь я своим танком морожу максимально много, как можно больше. И перехожу теперь обратно, начинаю стрелять. 253, друзья, было. Теперь 153. То есть какой-то процент мы теряем. Ну, не 50% мы теряем, но получается довольно тоже приятное количество. И теперь фриз, который может не только замораживать. Да, он плохо, на самом деле, морозить. Не так сильно, как бы хотелось. Но рот работчики, видимо, не хотят делать фриз, который просто морозит и превращает ваш танк в ледышку. Поэтому нашли такой небольшой возможный выход из ситуации, когда будет фризом проще отыгрывать. И, возможно, за счет этого вы сможете долго жить, поскольку, когда вы обезвредили противника, он не имеет повышенного урона большого. Вы можете довольно неплохо стоять на базе, комфортно себя чувствовать. Как раз мы сейчас этим и измемся, друзья. Поэтому еще одна небольшая пауза. Простите за паузу, но врываемся уже в реалистичный бой, в котором очмейки мы чаще всего играем вместе с вами. И там уже поймем, насколько же это все, возможно, будет продуктивнее. Ну и заодно протестируем Мамонт с гиперенчиком, насколько же реально будет в дефе эффективно. Поэтому пауза и врываемся. Возвращаемся, друзья, обратно в лобби. Теперь мы в поисках матча, в котором мы с ним пройдем время, будем играть как раз на Мамонте, который имеет довольно быстрый овердрайв наравне с Хоппером, с Вайспиком. Один из быстрых овердрайв в нашей игре. То есть быстрее корпуса, на котором можно копить овердрайва, нету. У нас есть, конечно, еще два тяжелых корпуса. Это Титанчик и Арос. На Аросе, к сожалению, овердрайв чуть-чуть дольше копится. Но при этом на Аросе тяжеловато сыграть в дефе, поскольку корпус не блокирует вражеские танки. В некоторых эпизодах, конечно, можно, но все же не то, что нам нужно. И плюс Титанчик, который не имеет довольно быстрого овердрайва, 270 секунд. То есть в сравнении с Мамонтом чуть ли не в два раза дольше копится. Поэтому, как по мне, Мамонт будет идеальным вариантиком. Тем более, на Мамонте ввердрайв позволяет нам восстанавливать хп. А мы сегодня играем, друзья, напоминаю, что дроном гиперон, который позволяет вам очень много ставить мин. Тем самым будем долго жить. И, значит, сохранимся свои минки. Тем более, у нас есть возможность на гипероне. Возможно, если пропустили видеоролик с гипероном, то, ну, либо этот стоит видеоролик посмотреть. Либо же, возможно, вернуться к тем видеороликам, которые были ранее на канале. Позволяет нам каждый, там, по-моему, 13 секунд прожимать аптечку. Это очень круто. Максимально круто, максимально приятно. Поэтому будем стараться сейчас играть. И тем самым у нас еще нету КД, друзья. То есть расходники у нас находятся без всякого КД. И будем стараться по-хорошему, конечно, не погибать. Как получится, какая будет по итогу у нас команда и вражеские ребята, не знаю. Может быть, получится так, что у нас ребята не будут помогать. И меня быстро салют, да и все. Но, по крайней мере, будем аккуратненько отыгрывать, ждать возможно соперника, минироваться. И смотреть, насколько же наш Фризик теперь преобразился после обновления. Мне кажется, Мамонта Фриз это такое безумное вооружение, которое мы раньше играли довольно часто. Сейчас, ну, редковато бывает парни. Но сейчас будем смотреть, насколько сейчас оно актуально. И, как по мне, вот как раз этот Мамонта Фриз, который, ну, наверное, более-менее будет продуктивным с этой комбинацией. Вайспик уже переворачивается, мы чуть-чуть подальше тяжем. Кстати, Рейса там уже заняла позицию довольно неплохую, поэтому, наверное, мы что сделаем, друзья? Отедем, чтобы она по нам хотя бы не попадала, либо какую-нибудь позицию такую аккуратненько займем. Я вижу, что пару прострелов все же есть. База такая открыта, хотя все равно, наверное, попроще будет отыгрывать, чем если бы мы загрузились за другую сторону. Пока что по счету, друзья, ну, как бы команда, видимо, никуда не торопится. Как вы знаете, я сюда один из первых врываюсь в атаку. Пытаюсь ввести флаг, пока, возможно, не совсем все ребята загрузились. Загрузились, да, не совсем там честным способом. В плане того, что пока грузится, я уже первый там на крейсе на каком-нибудь дроне безумном залетаю, вожу флаг. И потом уже ребята, конечно, разбегаются. Пока что наши, ну, совсем не возят. И, конечно, надеюсь, что все же по итогу матча не увезут. Кстати, минка первая срабатывает. Ужака, на самом деле, становится немножечко опасно мне. Поскольку я вижу уже против то ли палагинов, то ли крусседеров, которые, ну, как бы мне, могут чего-то, да, серьезно натворить. Конечно, есть ввердрайв запасить. Да, припасики пока что не на КД, это самое главное. Но палагинчик, наверное, одна из первых такая угроз для нас. Но если команда помогать не будет, то я боюсь, что наш фризик тоже особо нам не поможет. Но будем стараться ее реально отыгрывать на максимум, который, ну, может наше вооружение показать. Мина, конечно, друзья. Мы ставим, дай бог каждому, мне кажется, даже дрон, который целенаправленно ставит минки, не может столько мин ставить. Не знаю, тот же кемпер, да, может быть, ставить каждые 5 секунд минки, но там нужно иметь целое здоровье. Тут же не обязательно, вы можете просто по КД ставить минок столько, что по итогу там после 3 минут матча, не знаю, ни один противник, может быть, к вам не залетит. Разве что какой-то мамонт, который во время вердрайва как раз имеет возможность игнорировать минки все, то есть, ну, как иммунитет у него получается, резист 100% от минного во время вердрайва. Он действует 9 секунд, по-моему, вердрайв, поэтому штука безумная. И пока атакеров нет, я могу себе позволить спокойненько, аккуратненько минировать, ставить все больше и больше минок. Если, конечно, завершится все ничего и будет не совсем приятно, но надеюсь на нашу команду. У меня, благо, тут ездитка есть, которая, в принципе, готова меня спасать в какой-то ситуации. Мы можем, кстати, наверное, даже попробовать поминировать тот подъем, поскольку два подъема в целом заминировано, тот подъем тоже бывает. Иногда используется вражескими ребятами, хоть и в аспек стоит, но он особо не минирует, даже, может быть, и припасами не пользуется. Возможно, парень недавно легенду получил, кстати, плодильщик. Вот это уже становится опасненько, потому что он своим овердрайвом, конечно, нас может... Во-первых, наш овердрайв и без рейдрайв, во-вторых, нас шотнуть может, это очень неприятно. И меня сливает, к сожалению. Вот это, конечно, не совсем грамотно было с моей стороны, хотя я не ждал увидеть паладина, но и команда тоже особо мне не помогла. То есть он своим эффектом подавлений не дает мне прожать овердрайв. Хотя я мог, как бы, прожимать овердрайв, да, но не во время статус эффекта, поэтому быстро погибаю. И пока что мне тяжело понять, насколько прессов хин, потому что у них нет атаки, у нас нет атаки. Мы, конечно, может быть, сегодня себе позволим еще один бой сыграем, потому что, ну, как бы, на самом деле интересная штука. И мне кажется, даже нашим зрителям будет интересно наглядно посмотреть, может быть, даже несколько матчей. Поэтому, может быть, сегодня и сыграем еще один дополнительный матч, но не знаю. Посмотрим. Смотрим, насколько тут будет все наглядно видно. Пока что я, ну, не чувствую своего фреза, поскольку не чувствую противника, который к нам не заходит. И команда тоже союзников особо не помогает. Конечно, такие битвы не особо нам подходят, поскольку, ну, нету на ком проверять. Все стоят где-то на центре зоны, на центре карты играют, на центральной зоне. И я вижу, конечно, Громика. Мы, кстати, можем к Грому поехать. Я вижу же у поладенщика, который уже поднимается. Мы можем, кстати, овердрайв заранее активировать, чтобы его, вы имеете возможность в целом, активировать и пользоваться. Поэтому прожимаем овердрайв прямо тут. Уже имеем небольшой опыт в плане игры против плодинов. По крайней мере, после первой ситуации я заранее овердрайв прожимаю. В тот момент, когда я понимаю, что сейчас залетит, сейчас, может быть, наложит мне эффект. И я поэтому его пораньше прожал, и у нас все получилось. Пока что, ну, конечно, фрезика не чувствую, продолжаю не чувствовать, поскольку, ну, нету тех парней, которые... Во-первых, получается, по-моему, во время овердрайва плодина наш статус эффект заморозки не замораживает. Все логично. Ну, и при этом все, конечно, мы тоже двойной урон у него не выключаем. А вот в данной ситуации, когда сейчас, если мы подедем, то как раз все должно и работать, поскольку он без овердрайва. Мы сейчас будем отключать ему двойной урон, и при этом урон по себе особо не получать, друзья. Конечно, есть овердрайв и зитки, которые меня сливают. И, по идее, он как бы был уже без двойного урона, потому что я морозил, по идее, если, конечно, у него нет иммунитета. А иммунитет, конечно, в этой ситуации может спасать. Мне, кстати, интересно, как работают, допустим, защиты. Защиты, наверное, на 50% лишь игнорируют. Ну, логично было бы. Поэтому это кино с дела. Припасов, конечно, море у меня, потому что гиппериончик наш тратит довольно много припасов. Кто видеоролик видел, знает, сколько штук при одном прожатии. А это довольно непростая штука и довольно недоступна всем. Потому что припасов реально за один матч может уйти большое, просто безумное количество. Бомбочку в айсбек ставят, пытаются как-то аккуратненько сыграть. Но у нас большая часть ребят, по-моему, находится в дефе. Громик, конечно, заявил. Мы сейчас ему отключим повышенный урон. Я, кстати, играю на фрезе, друзья, с устройством адреналин. Возможно, кому интересно, при маленьком количестве здоровья мы повышаем свой урон, по-моему, на 39%. И это очень приятно. У меня, кстати, смока какая-то отключает, которая имеет, наверное, поле отключения припасов. Ну, логично было бы, потому что у меня пропали припасы. Мы сразу же берем иммунитет, наверное, от этого всего. Хотя, ну, против плагина, конечно, иммунитет пробития спасал меня. Поэтому я вот, честно, может быть, даже и ошибся. Мы сейчас, конечно, все это поймем по итогу матча. Но в фрезе, кстати, у нас, точнее, либо изида уходит с ложечком. Мы, конечно, сейчас попробуем как-нибудь отыграть. Я вот не понял, он спрыгнул, что ли? Или же нет? Я вот только не вижу, где противник. Да, она спрыгнула уже и уже пытается вести благо. Но мы тут рядом находимся. Конечно, купол есть рядом, который ее оберегает. Но хотя бы выигрываем время для своей команды. Выигрываем и стараемся как можно больше жить, чтобы активировать свой овердрайв тут же, который позволит нам, возможно, даже уничтожить его. Я юзу овердрайв, друзья. Подключаю повышенный урон в смоке. Уничтожаем ее. Возвращаем все же флаг по итогу. Наша команда, кстати, уже увозит. Это очень хорошо. Мы, конечно, не получаем преимущества во время того, как парень не пользует дэшка. По идее, никакого. Либо получаем, но... Наверное, нет, по идее. Наверное, никакого преимущества нет, потому что у него нету повышенного расходника в плане урона. Я аккуратненько прыгаю. Там парни пытаются везти, не знаю где, но вроде бы... Наши, точнее, да, наши потеряли флаг. И, по-моему, наш флаг продолжает уходить. По-моему, в туннеле, скорее всего. Сейчас попробуем, конечно, ворваться. Но что-то я немного в ситуации потерялся. И боюсь, что могут поставить, потому что, ну, как бы... А помимо меня такое ощущение, что никто не играет, к сожалению. В овердрайв в центре упал, который мы можем попробовать забрать. У нас подобрали флаг на викинга и зитке. И он, наверное, ищет позицию там, где можно или момент, когда спрыгнуть. Поскольку мы находимся снизу. Он понимает, что небезопасно спускаться. И мы ждем его. Резь, конечно, неплохо накидывает. Он обратно возвращается. Наверное, мы будем подниматься. Надеюсь, что не успеет спрыгнуть. И попробуем все же, может быть, возвращать. Давайте прямо тут срезаем. Мы, кстати, в центр полетел. У нас беда в том, что нет повышенного ускорения на мамонте. Поэтому мы не можем, к сожалению, на этом мамонте быстро гоняться за теми целями, которые, допустим, флаг уже увезли. И смысла ехать за ним и продолжать точно нет. Наверное, мы вернемся на базу обратно. И счет, к сожалению, пока что не в нашу пользу. Вот как бы я ни старался стоять в дефе с резиком, который должен быть довольно неплох в этой ситуации и в этой роли. Но у нас по-чихонечку, по-маленечку, к сожалению, флажочки возят. И мы не справляемся. Ну, команда, честно, друзья, вот тап нажимаешь. Конечно, против ребят тоже есть джески. Мизерный максимально легендах. Имеет джеску 6900. Понимая, что у них нету просто дронов, которые они не купили до сих пор. Возможно, не прокачали. Не знаю, для чего, к сожалению, ими пользоваться. Но команда, конечно, очень много решает. Когда команда есть, конечно, гораздо приятнее играть. И во многих моментах ваше вооружение будет решать. Сейчас же пока что, ну, я, наверное, все же упираюсь не в свое вооружение, а в команду, которая мне особо помогает. Кстати, был флажочек на мосту. Я, к сожалению, поздно одумался. Тем более не сразу понял, что изитка на вердрайве будет заскакивать. И, к сожалению, меня убивает. Довольно все равно приличный урон получается, что я хоть и на фрезе его заморозил. Хотя у него, может быть, эмунитет у меня как раз. Да, по-моему, у меня парень убил Викусик. Ну, не парень, а девчонка, получается, по итогу. И как раз у него эмунитет, который не позволяет мне как раз ей отключать двойной урон. Поэтому она меня и довольно быстро вынесла. Наш, кстати, пытается в центр возить. Можно, конечно, попробовать прыгнуть и помочь. Но я боюсь, во-первых, могу перернуться. Во-вторых, могу просто не успеть. И парень, вместо того, что в центр поехал, сместился на... Ну, с его стороны лево, фланг с нашей стороны правой. И я попросту не успеваю, к сожалению. Поэтому пока что сыгранности с нашей командой и понимания, что чего кто делает, нет вовсе. Либо есть, но на низком очень уровне. Твинсик тут пытается что-то делать. Меня чуть не вернул на Твинсе, который и даже не поворачивает башни. Кстати, наши ребята опять прызли. Не дай бог, еще вернут. Будет обидно. Я попробую, конечно, подхватить. Может быть, сувердрайвиком хоть немного. Блин. А, успел подхватить. Думал, что вернули. Слава богу. Хоть тут я чем-то помог нашей команде. И шансы на заставку, наверное, уже большие. Да, доставочка есть. Хотя бы уже начинаем все равнять. Уже догоняем. Хотя бы я успел ворваться. Не зря все уже прожил вердрайв. Думал, если я поражму и потеряю флаг, это, конечно, максимально будет низкиллово с моей стороны. Громик пытается заходить. Давайте примем Громика. Поставим минку. На всякий случай. Грома принимаем. По итогу. По нам Громик. Пойдем. Нужно такой огромнейший урон наносить. ДДшку можно активировать. Аптечку можно активировать. Тем самым у нас быстро КДшится припасики в виде там минки и аптеки. Ну и продолжаем дальше стоять. Надеется, что за 3,5 минутки наши ребята все же смогут еще один флаг уйти. Хотя бы, чтобы ничейный счет был. И, наверное, там уже посмотрим по ситуации. Сыграем, наверное, еще один матч. Я не знаю. Мне кажется, в этом формате, конечно, лучше всего отыграть. Логично будет, конечно, в захвате флага в дефе поиграть. Можно, конечно, в фризе играть где-то в осаде. Пробовать и там. Отключать повышенный урон. Тем более, когда ребят много на точке находятся, допустим, в осаде. Вы можете прям всем отключить. И, конечно, вашу команду они обезвредить вряд ли смогут. В аспе, кстати, довольно хороший. Бомб поставил. Тем самым я еще заморозил противника. Он не успел просто избежать. И пока уже начинаем друг друга хотя бы с команды на минимум понимать. Смока, который пытается залететь. Давайте попробуем сейчас ей отключить. По крайней мере, повышенный урон, как я ранее тоже несколько раз уже повторялся. Тем самым урон у нее практически не кокущий. Немного отключали. Но там появился паладин, который на вердрайве в скором времени, скорее всего, к нам попытается. Типа, я там ставлю как можно больше минок. Активирую аптечку. 13 секунд до аптеки следующей. И пытаюсь жить. Паладинчик, наверное, либо пропал уже. Либо же сейчас в скором времени залетит. В аспе тут катается. Не знаю, ничего. Может быть, парни тоже минируются. Ладно, с одной стороны рейса, которая пытается. Там еще понятно. Дальний бой на пушка. Ладно, так. Конечно, пока что тяжеловато становится. Я отъехал подальше, чтобы мне не шотнули. Но чувство... Ой, благо минка сработала хорошая. Но и зитка с повышенным уроном. Хотя без припасов находилась. Но под вердрайвом, конечно. Я, кстати, не успел вердрайв активировать. Хотя бы шансы были. Возможно, у меня подавление было эффекта. Испор работал после уничтожения паладинчика. Но я, честно, не успел заметить. Поэтому меня быстро уничтожили. Может быть, моя ошибочка. Но флажочек все же у нас убежал довольно быстро. И счет уже далеко не в нашу пользу. 3-1, двимка до конца. И такими темпами, конечно, счет, чувствуя, будет и останется таким, как есть. Если еще не разгромнее. Я хоть флаг возвращаю. Но у нас опять подбирает флажочек. Игидка, наверное, попытается в центр везти. Поэтому я буду готовиться уже. Да, прямо на меня прыгает шикарник. А сейчас должны разобрать. Не более она перенулась еще. Возвратили. И там, по-моему, еще один парень был на базе в виде Титанчика. Но я думаю, что на Титане вряд ли куда-то он идет. То есть, конечно, не играет. На Лавкаче, либо Крисе, на котором скорость у него будет безумная. А, кстати, кто-то уже ушел. Видимо, помимо Титана, кто еще заскочил на Вайспике, либо на Хопере. Может быть, паладинчик и вас флаг. Но я, к сожалению, друзья, с такой командой, конечно, много чего сделать не могу. Потому что, ну куда. Я возвращаю флаг, у нас опять берут. Я приезжаю, у нас опять флаг ушел. И мне просто не хватает мощи, скорости. И, возможно, рук, чтобы всех разобрать. Потому что, ну, играть командой, конечно, гораздо проще. И когда вам команда помогает и понимает, что делает. Удобник. У нас, кстати, последний парень, я не знаю. Откуда он взялся в такой джеско 3000 легене. Резист 5% от фреза и жиги. Вы, кстати, мне пишите, друзья, как часто вам подобные ребята встречают. Потому что, мне кажется, это, ну, ну, видно, что, наверное, пытается играть по очкам. Да, как бы 3 кг сделала, наверное, на таком вооружении больше не сделаешь. Но неприятно, когда в команде такой парень попадается, который мог бы, допустим, не играть. Зашел бы вместо кто-то у него более такой грамотный человечек, который играл бы и помогал. Но, по итогу, такие ребята нам немного мешают. У меня, кстати, флаг подобрался, но... Я, кстати, ну, могу, наверное, поставить. Я вроде бы не так плохо все сделал. Громик, сейчас включим повышенный урон. И заодно немного приморозим. У нас только флаг ушел. 15 секунд я, в принципе, успеваю ставить. Только нужно, чтобы наши ребята вернули. Пока на взрате я никого не вижу, хотя флаг слили. Там смока, который сейчас, наверное, подберет и не даст нам поставить. И, да, молот вместо того, чтобы попробовать вернуть на последних секундах, уже пошел меня страховать. Хотя при такой ситуации, когда времени уже на исходе, в целом разницы нет. Проиграете вы 4-1, либо же, я не знаю, вовсе не потеряете флаг. Так, ну давайте что. Мы сыграем, наверное, еще один матч. По ОПшечке, конечно, все приятно. В целом, ну, довольно приятно было играть. Ну, я говорю, что, конечно, на позициях, когда вы в дефе играете, когда от вас мало чего зависит. Если даже зависит, ну, деф, конечно, штука полезная. Когда есть дефера, приятно играть. Но, когда ваша команда, ну, не возит, либо же очень слабо пытается, либо же у него не получается, конечно. Дефер хоть и есть старается, который не терять флаги. Но, в итоге, как видите, 3 флага, но все же увезли при каких-то определенных ситуациях. И то мы там один флаг поставили по случайности. Да, мне повезло, что я рядом оказался, прожил овердрайв, успел все в этом духе. Редальдер, кстати, карта довольно тоже приятная. Я любитель на таких подобных картах. Было бы, конечно, приятно сыграть на Иранчике. Но, думаю, что чем меньше игроков, тем нам проще отыгрывать. Когда от нас может, конечно, зависеть много. И тем более, когда мало игроков против, мы, конечно, можем нескольких переиграть даже в одиночку. Я пока что начинаю минировать, как в прошлом матче, поскольку Дрончик и Иран, конечно, на самом деле приятная штука стала. Да, конечно, припас много тратит. Но, если вы понимаете для себя, что вам припасы не важны, вы не переживаете за их утрату, то, конечно, можете просто комфортно отыгрывать и не... Чтобы их бед не знать. Кстати, Фризик чуть не потерял на нашей базе флажочек. И Зидка, кстати, есть, которая, в принципе, старается лечить. Я чувствую, что тут, тут мы сможем, наверное, завершить еще быстрее, чем в прошлом матче. В прошлом матче хоть какое-то сопротивление от нас было, да? Мы так быстро не потеряли 7 флагов, лишь 3 флажочка нас везли. Тут же команда просто теряет. И мне, кстати, флаг даже скинули. Возможно, наши подписчики. Огромнейшее спасибо. Может быть, парень просто увидел, что кто-то в дефис стоит и решил, как я, в некоторых ситуациях скинуть и дать понять парню, что спасибо, что охраняешь базу, и мы тебе по возможности флажочки тоже будем скидывать. Хотя я в этом не нуждаюсь, но тоже приятненько, когда ребята ценят своих сокомандников, да? Когда помогают им. И когда есть хотя бы игроки, которые чуть-чуть понимают, да, возможно, не у всех есть вооружение хорошее. Я это понимаю, что не все там активно играют, возможно, вкладывают в свою игру. Но когда просто игрок понимающий, понимает, что в каких ситуациях делать, может быть, иногда просто вооружение не хватает, прокачки и всего остального, то приятно, конечно, с такой командой иметь дело. У нас есть уже овердрайв. Кстати, против я вижу, что, по-моему, пару вайсбек играет. Возможно. По-моему, да. Мы как-то, кстати, подобное с вами уже устраивали, друзья. Мы играли только на фризе с пробитием. Фриз с пробитием тоже неплохая тема в дефе. То есть у вас есть два варианта. Либо фриз на пробитие, который отключает броню в виде ДАшки, да, противника, тем сам быстро уничтожает, и, может быть, ваша команда помогает быстро уничтожать. Либо ДДшку отключает. То есть, например, на том же уровне, наверное, фризик у нас находится. Хотя, мне кажется, с адреналином даже тема интереснее, поскольку у вас урон повышенный. Поскольку с пробитием у вас нет эффекта заморозки. Во-первых, пропадает она. Во-вторых, урон тоже падает. Поэтому, наверное, вот если сравнивать эти два устройства, хотя тема интересна, на самом деле. Мне кажется, это устройство имеет гораздо больше плюсов, как по мне. Может быть, ошибаюсь, не пишите, кстати, в комментариях. Потому что я только что понял о том, что у нас есть подобный фриз, только отключающий ДАшку. И, конечно, у него там недостатков гораздо больше, чем у нашего фризика. Это, конечно, жестко. И получается, фриз, который на пробитие, не отключает ДД, поскольку он не имеет эффекта заморозки. То есть, любая сейчас пушка, либо сам фриз, который имеет статус эффект заморозки, может отключать повышенный урон противнику. И теперь та же смока, допустим, заморозка, возможно, в некоторых эпизодах в дуэлях, микро-дуэльках с противником будет гораздо лучше смотреться, поскольку отключивший противнику повышенный урон, либо вовсе ДДшечку, вы, конечно, можете его спокойно переиграть. Ну да, против 2 вазь пока играет. Мы, кстати, могли бомбочку отключить на самом деле, но я не стал овердрайв тратить, потому что понимал, что могу просто убежать довольно быстренько. Давайте Жигу попробуем уничтожить. Кстати, да, урон все же по нам, ну не такой огромнейший проходит, тем более даже ДДшка у него пропала, овердрайв. Я, к сожалению, не успел проражать, думал, что овердрайв заюзы, либо же аптечку, но ни того, ни другого я, к сожалению, не успеваю. 4-0, счет 8-1. Кстати, резистов лишь 2 против. Я в прошлом матче особо не обращал внимания на резистике, но вроде бы резисты там тоже-тоже были около двух штучек. Ну, прям Викинга Молота, конечно, огромнейшее спасибо. Все флаги, по-моему, мне скидывать, и тем самым, конечно, я по очкам просто вырываясь в лидеры и догнать, вряд ли меня кто сможет. По поводу, сыграем ли мы еще один матч сегодня, друзья? Честно, наверное, нет. Потому что реально мы уже много сегодня наиграли. Да, конечно, первый матч затянулся, и в целом, ну, не совсем удачный был. Но пока что у меня такие складываются ощущения, что двояки. Да, во-первых, фриз точно стал не хуже. Это для тех ребят, которые, возможно, интересуются. Суть ли продолжать играть на фризе? Точно стоит, потому что хуже точно этого никому нету. Лучше ли? Насколько сильно? Ну, вроде бы есть что-то улучшение. Да, мы в закрытом матче протестировали, поняли, что против того же бустера, это, конечно, безумная разница, да, когда противник, по-моему, урон анонсит. Я просто на фризе не так часто играю, и играем немного на мамонте, которые имеют чуть больше броню, поэтому в некоторых эпизодах вот это до конца не поймешь, насколько же реально преимущество ты получил в этом сражении, да, насколько ты быстрее бы погиб, если не имел бы фриза, либо этого статус-фекта. Поэтому такая штука, друзья, но в этом матче просто легко все удалось. Ребята, конечно, довольно приятные попались и быстро завершили, поэтому, конечно, команда очень сильно матчмейк не решает, насколько бы там круто не играл, либо не имел бы безумного вооружения, но если команды нет, конечно, в одиночку. В некоторых эпизодах, конечно, мало чего может делать. Поэтому, друзья, напишите, что вы думаете об этом фризике. У меня двояко ощущение сложилось. Но в целом, по идее, неплохо, по идее, неплохо, и по идее, должно даже быть в некоторых эпизодах очень даже круто, особенно против тех дронов, которые реально повышают ваш урон. Это бустер и кризис. Поэтому жду ваших, друзья, комментариев под этим видеороликом. Пишите, что вы в целом думаете об этом, потому что в сравнении, конечно, кажется, этот фриз гораздо лучше смотрится, чем на пробитие. Но и в целом, если вам видеоролик, друзья, понравился, не забывайте обязательно поддержать пальчиком вверх, не забывайте подписываться, клава, прожимать колокольчики. С вами был Immortal Hero. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok